В Мурманской области завершили работу гидрологи сибирского отделения РАН, приехавшие по приглашению компании Норникель. Это очередной этап большого исследования биоразнообразия в районах действия Кольской горно-металлургической компании. Дочерпатель Петерсена предназначен для отбора проб грунта, в котором содержатся организмы, имея четко фиксированную площадь. Дальше грунт промывается, выбираются все организмы, и можно пересчитать количество организмов на квадратный метр. Соответственно, сколько их обитает, так проводится оценка. Финальной точкой в работе гидрологов стала акватория Кольского залива. Измерения проводят на разном удалении от промышленного предприятия, в зонах предполагаемого сильного, среднего и незначительного влияния. Что касается данного места, это у нас самая ближайшая зона, зона, в которой может быть максимальное влияние. Здесь расположен транспортный филиал в непосредственной близости. В порту достаточно сложно определить источники загрязнений, так как инфраструктуру и акваторию используют много разных предприятий и судоходных компаний. Для сравнения обязательно берется пробы и в так называемой фоновой точке, где влияние на экосистему полностью исключено. По такой же схеме, по приглашению компании Норникель, ученые работали на водных объектах в окрестностях Мончегорска, Заполярного и Никеля. Задача нашего отряда – это собрать образцы организмов. Мы отбираем организмы, живущие в грунте, так называемый бентоз. Отбираем организмы, которые плавают в толще воды – это у нас зоопланктон, фитопланктон. И отбираем пробы на ДНК, чтобы определить, какие виды рыб обитают в этих водоемах. Также научные сотрудники определили гидрохимические показатели воды – соленость, температуру, PH-среды, содержание кислорода. Те факторы, которые тоже могут оказывать влияние на жизнедеятельность изучаемых организмов. Дальнейшая задача – это камеральная обработка проб. То есть мы должны извлечь из наших проб организмов, зафиксировать их и доставить в лабораторию уже к специалистам, которые будут определять таксономический состав, то есть какие виды, конкретно какие виды встретились нам здесь, в этих экосистемах. После обработки и упаковки пробы доставят в научный центр в Красноярске. На этой неделе специалисты уже приступят к изучению биоматериалов в лабораторных условиях. Результатом исследований станет сводный отчет о состоянии биоразнообразия в районах Кольского полуострова, где работают предприятия Кольского дивизиона «Норникеля». Петр Широбоков, Павел Третьяков, Павел Удалов. ТВ21+, Мурманск.